В сегодняшнем видео я решил сделать подробную инструкцию о том, как же начать зарабатывать на пульсе от Mail, причем сделать эту инструкцию для тех, кто еще вообще там не зарегистрирован. В общем, мы начнем с того, где и как получить заветный инвайт, а это, как вы знаете или не знаете, но одна из самых сложных частей процесса регистрации на пульс. Ну и после темы инвайтов мы поговорим о том, как уже зарегистрировать канал, какие статьи писать, какой длины статьи, сколько там должно быть рекламных блоков, о чем писать. В общем, это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. Итак, инвайты. Чтобы зарегистрироваться на пульсе от Mail, начать вести там свой канал, нужен инвайт, то есть приглашение от другого автора. Просто так зайти и зарегистрироваться там не получится. Ну и у каждого автора ограниченное количество инвайтов. Всего может быть до 10 штук, если он не тратил и никому не раздавал. Сейчас на пульсе сделали реферальную программу, то есть каждый автор раздает свои инвайты и за это получает 3000 рублей. Как бы такая мотивация раздавать инвайты тем, кто хорошо ведет каналы. Ну и естественно, чтобы зарабатывать деньги, многие авторы, которых нет еще на пульсе, хотят эти самые инвайты получить. Как бы есть спрос, есть предложение. Я получил свой инвайт от одного своего товарища в Петербурге, который тоже ведет канал на Дзен, который ведет канал на Ютуб, и по счастливому стечению обстоятельств у него еще есть инвайты. Целых 5 штук. Естественно, что он не собирается раздавать их всем подряд. Он собирается раздавать их только тем, у кого хорошие каналы, ну потому что ему самому невыгодно. Если он раздаст их всем подряд и люди не пройдут проверку, то он не получит свои 3000 за каждый отправленный инвайт. Так вот этот мой товарищ готов поделиться своими инвайтами, но только с теми, кто хорошо будет вести свой канал. Либо уже ведет и покажет свой канал, либо как бы будет понятно, что он это сможет сделать. Так что я предлагаю тем, кто очень хочет попасть на пульс, написать ему. Но как бы тут первоочередность, что вы быстрее остальных напишете, не играет никакой роли. Важно, чтобы вы качественно и хорошо формулировали свои мысли и писали хорошо тексты. Тогда, возможно, он вам и отдаст этот инвайт. А, ну и чуть не забыл, одним из обязательных условий было подписаться на его канал. Его канал Максим Путешествует на Ютубе, я его в описании прикреплю, переходите, подписывайтесь. Еще он ведет канал на Яндекс.Зене и на Пульсе, туда тоже можете зайти, почитать, если интересно. Правда и написавших, скорее всего, будет очень-очень много, потому что даже просто после того, как я пускаю какое-то видео про Пульс, мне сразу же в личку пишут десятки просто сообщений и просят либо просто отдать инвайт, либо купить у меня инвайт, либо там просто как-то по бартеру договориться. Причем у некоторых людей, которые мне пишут, вообще нет каналов, другие у них есть каналы, но они какие-то вот, мягко говоря, не очень. Но у меня инвайтов нет, а у моего товарища есть. Так что будете, если ему писать, то подойдите к этому вопросу со всей ответственностью. Если получить этим способом инвайт не получается, то есть еще один. Как бы в Пульсе много авторов, вы можете начать просто писать им и спрашивать, нет ли у них лишнего инвайта. Дело в том, что авторов на Пульсе становится все больше и больше, собственно и инвайты у них появляются. Но опять же, тут нужно показать свой хороший канал или показать свое умение писать статьи, чтобы автор понимал, что не отдает свой инвайт просто так какому-то непонятному человеку, который проверку-то и не пройдет. Этот способ действительно может сработать, потому что мне в личку реально писали люди, которые говорили, вот ты тогда в старом видео давал такой совет, мы попробовали и у нас получилось. Их немного, но тем не менее они есть. То есть шанс получить инвайт все-таки остается даже таким способом. После того, как вы получили инвайт, вы пишете название канала по этой ссылке, вы пишете описание канала, он проходит небольшую проверку и после этого вы пишете свои первые 10 статей. Первые 10 статей можно опубликовать прямо в один день. Не надо каждый день по одной выкладывать, просто берете и 10 статей пишете. 10 статей эти нужны, чтобы проверить, что у вас за канал, как вы пишете, хорошо ли вы пишете, плохо ли вы пишете. И рекомендую вам опять же здесь подойти к этому вопросу со всей ответственностью. Потому что если вы не пройдете проверку, то ждать возможно придется очень-очень долго. Некоторые люди ждут там несколько месяцев после того, как провалили первую проверку. Ну то есть после публикации первых 10 статей, там дается 2 недели, чтобы проверить их. Там прямо в статусе будет написано, проверка закончится тогда-то, тогда-то через 2 недели. В общем, если в течение этого времени выясняется, что ваш канал не подходит, то следующая проверка назначается там через довольно большой промежуток времени. Но опять же, все может зависеть от вашего канала. Когда я свою первую проверку проходил на канале по истории, меня сперва попросили просто исправить мелкие недочеты. Там по фактам, по датам, по каким-то орфографическим ошибкам. Я их немножко подправил, и канал сразу прошел как бы проверку. Я даже вторые 2 недели не ждал. Есть люди, которые ждут несколько месяцев, опять же, как я сказал. И это зависит от того, что у вас за канал, о чем вы пишете, какая сейчас там конкуренция в этой нише, сильно ли занята служба технической поддержки. В общем, возможно, миллион факторов. И как бы будет намного лучше, если у вас будут, либо вообще не будет недочетов, либо они будут какие-нибудь мелкие. Следующий вопрос, насколько длинные должны быть статьи. То есть, сколько знаков писать? 2 тысячи, 3 тысячи, 5 тысяч, 10 тысяч. На самом деле, в пульсе-то особого ограничения нет. Здесь как все устроено? Чем длиннее ваша статья, тем больше в ней рекламных блоков. Давайте я вам продемонстрирую. Вот статья на моем канале про фильмы. Ну, давайте не возьмем те рекламные блоки, что есть сверху, и не возьмем те, что справа. Просто посмотрим те, что есть в тексте. Вот первый блок рекламный в статье. Смотрим дальше. Второй рекламный блок. Третий рекламный блок. Четвертый рекламный блок. И пятый рекламный блок. На самом деле, некоторые из них повторяются. Ну, то есть, вот этот рекламный блок, а вот этот, они одинаковые. Непонятно, то есть, платят за них в два раза больше или платят столько же. Ну, суть, я думаю, понятна. Чем длиннее ваша статья, тем больше в ней рекламных блоков. Но тут есть два момента. Во-первых, удлинять статью можно не только текстом, но и добавляя какие-то изображения. Ну, как вы видели, у меня там несколько галерей прям подряд вставлены. Плюс можно удлинять статью цитированием, то есть вставляешь какое-то цитирование, отмечаешь, что это цитирование, указываешь источник, и статья уже становится длиннее. Но тут такой второй момент. Больше не значит лучше. То есть если вы нальете какой-то воды, возможно, вас не будут читать, и люди просто не дойдут до следующего рекламного блока. Поэтому чрезмерно удлинять статью нет никакого смысла. Завершенная мысль. Пусть лучше у вас будет один рекламный блок, чем несколько, но статью при этом никто не будет читать. Следующий важный вопрос. Сколько на пульсе нужно писать, чтобы начать зарабатывать? Ну, на самом деле, не очень долго-то и нужно. У меня нормальный заработок появился буквально через пару недель. То есть это не как на Яндекс.Дзене, где нужно ждать там полгода, чтобы какие-то копейки начали падать. Плюс там монетизация. Монетизацию, на самом деле, здесь включают сразу же после того, как канал прошел проверку. То есть прошел проверку, и сразу вам монета включена. При этом баланс сразу у вас отображаться не будет, не пугайтесь. Нужно, чтобы сперва вы заполнили анкету, отправили все документы, и только после того, как документы пройдут проверку, баланс появится. Но при этом, как только у вас появились рекламные блоки, вы уже зарабатываете. То есть не видно, сколько пока что, но после одобрения все эти деньги у вас также и будут на счету. В общем, заработанные средства не видно, но по факту они есть, и вы их увидите после проверки. Как я уже сказал, зарабатывать нормальные деньги можно уже через пару недель после того, как вы начали вести канал, а можно и не начать зарабатывать. Ну, то есть, все зависит от того, как вы пишете, что вы пишете, интересно ли эта тема читателям. В общем, внимательно подойдите к выбору темы, о том, как выбирать тему, какие популярны, я делал в прошлом видео свой обзор, посмотрите в подсказках, ну и сам бы вот средств на данный момент реализовано в тестовом режиме. Ну, то есть, если вы будете зарабатывать очень мало, скорее всего, вывести пока что не получится. Плюс на пульсе возможен вывод только от 5000. Если вы будете зарабатывать нормальные большие деньги, то, скорее всего, вас в эту тестовую возможность включат. Ну, тут я не ручаюсь, это мое лишь предположение. Так вот, вас, возможно, включат, и у вас получится вывести эти деньги. Но в любом случае, лучше их сейчас заработать, ну, если вы хороший автор, и потом у вас будет возможность их вывести. Пусть даже одним разом большую сумму. Ну, то есть, пульс платит это точно, никого здесь не обманывают, все в порядке с этим. Ну, и резюмируя, что хочу сказать. Многие авторы думают, что самый сложный этап это получить инвайт. Да, инвайт получить сложно. Но после того, как ты получил инвайт, если у тебя на дзене не особо шло, и ты не мог там заработать, то есть высокая вероятность, что и на пульсе ты не очень хорошо пойдешь и не очень много заработаешь. В общем, тут важны все этапы. И получить инвайт, и пройти проверку. И даже после того, как ты прошел проверку, нужно писать так, чтобы было интересно. В принципе, это то же самое, что и на площадке конкуренте. Просто здесь пока что ниже конкуренция, просто здесь пока что проще заработать и, возможно, больше денег. Опять же, мое субъективное суждение. Я имею в виду больше денег для нас для авторов. А уж там какая доля рынка, какая из площадок занимает, это я судить не берусь. Пусть они сами там и разбираются. Вот. Ну, а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, на инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok